Террористы обезврежены, заложники освобождены. В Архангельске состоялись антитеррористические учения. ЩИТ и ЛИРА в областном центре прошел региональный этап всероссийского конкурса музыкального творчества МВД России. Ненадежный подрядчик. В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении руководителей строительной фирмы. Масштабные антитеррористические учения, в которых было задействовано более 300 представителей правоохранительных и силовых структур региона, состоялись в областном центре. По легенде, вооруженной группой людей был захвачен автобус туристами, прибывшими на экскурсию в музей Малой Карелы, угрожая убийством заложников и подрывом автобуса, террористы выдвинули требования политического и экономического характера. Переговоры согласились вести только с представителем органов государственной власти. Я раненых готов забрать, они вам в тягость. Нет, без проблем, но нужно обмен. Обмен на бронежилеты и средства связи. К работе приступил оперативный штаб по проведению контртеррористической операции. Детально анализируются все варианты развития событий. После того, как переговоры с террористами не принесли результата, руководитель оперативного штаба отдает приказ о начале штурма. В ходе боевого мероприятия трое террористов убиты, один задержан. Все заложники освобождены. В целом задачи, которые решались аппаратом оперативного штаба в ходе учения, достигнуты. Оценку учения можно поставить положительно. Следственным отделом УМВД России по городу Архангельску по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждено уголовное дело в отношении руководителей строительной фирмы по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, мошенничество. По данным оперативника, в декабре 2013 года в мэрии города Архангельска был заключен муниципальный контракт по восстановлению деревянного жилого дома в поселке Цикламинь с подрядной и контролирующей организациями. Подрядчик, в свою очередь, заключил договор субподряда еще с одной фирмой, которая и занялась проведением ремонтных работ. Однако к их качеству у жильцов возникли серьезные претензии. Организация не только не позаботилась о качестве ремонта, но и откровенно пренебрегла выполнением условий контракта. При проведении ремонтных работ кровли деревянного дома строители использовали материалы более низшего качества и стоимости, чем предусмотрено сметой муниципального контракта. Ни генеральный подрядчик, ни должностные лица организации, осуществляющие технический надзор, несмотря на очевидную разницу указанных утеплителей, данную подмену в ходе принятия работ не выявили и подписали все акты выполненных работ. В результате жителям дома и мэрии города Архангельска был причинен материальный ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. В настоящее время у полицейских есть все основания полагать, что подобная схема была реализована при проведении ремонтных работ еще в нескольких деревянных домах города Архангельска. Данные факты являются не единичными. При проверке деревянного дома в центре города Архангельска установлено, что подрядчик не только заменил утеплитель на более низшего качества, но и завысил объемы строительного бруса при устройстве городков для подъема дома. Более того, вместо бруса, как показала практика и опрошенные очевидцы, использовались деревянные железнодорожные шпалы, которые запрещены в свободной продаже. Проверка по данным фактам продолжается. Сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых, совершивших крашу трех икон из храмов в селе Конева Архангельской области. Преступники похитили иконы Матери Божией всем скорбящим радость, покров Божией Матери и Господь Вседержитель Спаситель. Все, кто располагает информацией об обстоятельствах совершения данного преступления, а также местонахождении похищенных реликвий, просим обратиться в полицию по телефону 217-030, 217-048, либо 02. 20 марта на берегу реки в районе дома 134 по улице набережной Северной Двины был обнаружен труп неизвестного мужчины, завернутый в ковер. Приметы. На вид 35-40 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, имеются завысина, глаза карии. Был одет камуфлированные брюки зеленого цвета, серые кроссовки, свитер коричневого цвета, на правой руке надеты кварцевые часы марки «Слава», на запястье левой руки браслет из металла белого цвета с гравировкой. Всех, кто располагает информацией о личности мужчины, просим обратиться в полицию по телефону 02. В Архангельске состоялся ежегодный чемпионат по рукопашному бою среди сотрудников регионального управления МВД, посвященный памяти бойца архангельского ОМОН Алексея Митрофанова. В состязаниях приняли участие 10 команд, отделов и подразделений МВД России по Архангельской области. Полицейские соревновались в восьми высовых категориях. Каждый поединок проходил зрелищно и напряженно. Спортсмены демонстрировали все свое мастерство и технику. В итоге первое место в общекомандном зачете заслуженно завоевали сотрудники ОМОН регионального МВД, второе у представителей Центра профессиональной подготовки. На третьем месте расположилась команда полицейских из Котласа. В Архангельске прошел первый региональный этап фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира». В этом году участие в конкурсе приняли более 30 стражей правопорядка и ветеранов органов внутренних дел области. Каждый год участковые, сотрудники патрульно-постовой службы ГИБДД и других подразделений полиции выходят на сцену, чтобы определить самого талантливого исполнителя. Конкурсантов оценивал специальные жюри, в состав которого входили заслуженные работники культуры Российской Федерации и лауреаты всероссийских эстрадных конкурсов. Лучших выбирали в нескольких номинациях – сольное пение, хоровое пение, инструментальная музыка, вокально-инструментальный ансамбль, хореография и авторская песня. Все участники были отмечены дипломами, грамотами и памятными подарками. Победители фестиваля получат почетное право представлять Архангельскую область на всероссийском уровне. Замечательные голоса, замечательные творческие сюжеты, замечательные творческие достижения. Все это происходит не просто так. Творческий человек находит себя и в служебной деятельности. 27 марта с 16 до 18 часов по адресу улицы Суворова, дом 11, членами общественного совета при региональном управлении МВД состоится прием граждан. Напоминаем, что вы можете обратиться в общественную приемную с вопросами, которые касаются деятельности органов внутренних дел, в том числе нарушений со стороны полицейских. Записаться необходимо заранее по телефону 63-21-24 по будням в рабочее время. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Всего доброго, увидимся ровно через неделю. Мобильный телефон. Ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Выигрыш. Жулик звонит жертве под видом радиоведущего. Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить. Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентом. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. СМС-попрошайничество.